О проведении вторых европейских игр в Минске в будущем году, брестских спортсменах, которые представят наш регион в составе национальной сборной, а также об активизации сотрудничества средств массовой информации со спортивными объектами региона шла речь на встрече журналистов с руководством спортивной отрасли Брещины. Несмотря на то, что до старта Евроигр осталось меньше года, нашему региону предстоит большая работа. Мы готовимся и к транзиту туристов, которое уже объявлено, что время проведения мероприятий будет безвизовым, и возможность посещения будет предоставление билетов на мероприятие. Мы в этом плане также готовимся, у нас уже определенный опыт есть чемпионат мира, и по хоккею, даже и по футболу, который прошел в России. И мы тоже каким-то образом, ну, по крайней мере, инфраструктура наша на сегодня позволяет это все сделать на достаточно высоком уровне, и мы не останавливаемся на месте, движемся вперед. По информации Николая Глушини, сегодня в списке кандидатов на Евроигры от Брестской области порядка 30 спортсменов, и он будет корректироваться в зависимости от их текущих результатов. Но главным испытанием для Брещины станет акция «Пламя мира», которую примет Брест за 100 дней до начала соревнований. Огонь Евроигр через 16 городов Брестской области пронесут самые известные люди региона. Открытие европейских игр будет происходить в Бресте. То есть, олимпийский огонь, который зажгут на родине Олимпиады, прибудет в город Брест. Планируется, что он будет ехать с байкерами, то есть байкеры въедут в город Брест, и здесь будет дан отсчет начала проведения европейских игр. Поэтому городу Бресту выпала такая почетная миссия. Мы будем начинать это мероприятие, у нас будет большой концерт, мы будем готовиться, и дальше огонь пойдет по нашим городам, области. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания ВОК-ТВ.